На неделе под Липецком сначала потеряли, но через сутки нашли местного лётчика-изобретателя Александра Колесника. Бесстрашный мужчина, едва ли не всю жизнь мечтал подняться в небо на собственном летательном аппарате. И только сейчас, в 64 года, сделал это. Пускай и ненадолго. Ни о чём не жалею. Жалеете о чём? Жалею, что сына нет. Он был брат. Его мало кто поддерживал. Лишь ругали, отговаривали и советовали, мол, лучше пил, как все. Но Липецкий Икар, казалось бы, слышал только то, что хотел слышать. Он купил уникальный двигатель, склеил корпус, подобрал каждый винтик и сам выточил лопасти. Хотя вокруг все только и твердили, эта затея обречена на провал. Мне говорили, ребята, что дерева сосны без сучков не бывает. Они же мне дали. Понимали, Колесника, кажется, лишь жена, которая просто не мешала, и собака, отгонявшая всех от гаража. Был ещё сын. Такой же фанат неба. Но первого полёта их семейного самолёта он так и не дождался. Ну, он такой человек. Какой человек? Ну, хороший человек. Он любит вот всё это. У него ещё сын помер, болел такой болезнью. И он мечтал, сын, чтобы... Пап, вот я вырасту, мы самолёт или купим, или сделаем с собой. И вот он эту мечту, чтобы осуществить. Как исполняется мечта, видела вся деревня. Самолёт уверенно набрал высоту, сделал несколько кругов над полем и неожиданно исчез. Спасатели были готовы. Это первый мой опыт. Поэтому... Ну, что делать? Мы... У нас такая служба, непредсказуемые мероприятия. Мы готовы ко всему. В обломках своего аппарата лётчик просидел почти сутки, когда прибыла подмога. Просил не повредить то, что осталось от машины. Это очень умная машина. Очень умная. И поэтому от него отказываться не стоит. Изобретатель уверен, ему просто не хватило бензина. Если бы разрешили врачи, он бы прямо так с гипсом полетел снова. Надо только самолёт починить.